Всем огромный привет! Вы на канале Ирина Ковальчук. Сегодня я готовлю суп, и это будет крем-суп с морепродуктами. Но вся фишка этого супа в том, что он безумно интересный и многогранный. В зависимости от того, какие продукты вы можете выбирать, я сегодня готовлю с морепродуктами, можно готовить с курицей. И если желаете, то можете его подавать как в горячем виде, в виде супа, так и как оператив, если будете подавать его в холодном виде. Очень интересный рецепт и легко готовится. Продукты, которые буду использовать, это цукини, кабачок, это лук. Можно заменить его на лук-порей, так будет еще интереснее. А я сегодня использую обычный лук. Зелень, укроп, петрушка, маленький помидор небольшой, корень имбиря, чеснок, соевый соус, сливки. Желательно, если у вас будут 30%, но если нет, то уже берите то, что есть. И так как я уже сказала, что у меня с морепродуктами, сегодня креветки, и их можно готовить отдельно, приготовьте их так, как любите вы. Так будет намного пикантнее и вкуснее. Первое, чем я занимаюсь, помимо подготовки продуктов, еще их нужно все измельчить. Так как вы это любите, так как это крем-суп, мы будем его еще измельчать в блендере, поэтому не очень важно, как вы измельчите ваши продукты, но их нужно порезать. Первым делом в кастрюлю с соусом я отправляю измельченный лук, имбирь и также зелень. Все это нужно прожарить, и это я буду жарить сразу же в кастрюльке до абсолютной мягкости. Где-то на это уйдет около 10 минут, поэтому все это прогреваем. И прожариваем. Через 10 минут обязательно нужно влить в соевый соус. Добавляю смесь перцев и щепотку молотого кориандра. Отправляю в кастрюлю нарезанный кабачок, также отправляю нарезанный помидор, и чеснок пропускаю через пресс. Спустя 5 минут, как только овощи уже начали, практически пропарились, я вливаю воду, но на этом этапе можно также воспользоваться овощным, либо же мясным бульоном, либо же рыбным бульоном. Все, как вы желаете. Его добавляйте немного, чтобы он слегка только покрывал овощи. Видите, вот здесь у меня видно водичку, но сверху овощи не покрыты полностью. Оставляем все это под крышкой тушиться до полной готовности. Кабачки уже протушились, поэтому сейчас я все это превращу в однородную массу в виде практически крем-супа. И для того, чтобы достичь нужной консистенции, после того, как все это пюрирую, буду добавлять сливки. Практически все готово. Я отправляю кастрюлю на огонь, и как раз-таки на этом этапе необходимо добавить сливки, желательно, если они будут максимально жирные, или же будьте готовы к тому, что жидкости в виде воды, либо же бульона, нужно будет добавлять меньше. Все, прогреваем все это, доводим по спецсвам, по вкусу, и суп готов. И не забудьте в самом конце сюда добавить приготовленные креветки, либо же, если вы решили сюда добавить курицу, то добавить ее. Должна признаться, что суп получается невероятно сливочный, шелковистый и очень-очень пикантный. Этим супом я хочу показать, что даже супы с кабачком могут быть настолько разнообразные, интересные и очень вкусные. Мне кажется, что приготовив такой суп, вы удивите не только ваших самых близких, которые знают все ваши вкусы и предпочтения, но и каких-нибудь гостей, которые зашли к вам и не ожидали такое попробовать. Безумно вкусно, ароматно, полезно, и это очень легко и просто готовится. Желаю вам приятного аппетита, не забудьте подписаться на мой канал, обязательно ставьте пальчики вверх, если вам нравятся мои видео, и до скорых встреч. Всем пока!